Вывесив мемориальную доску пособнику Гитлера и организатору блокады Ленинграда финскому фельдмаршалу Маннергейму, министр культуры России Владимир Мединский получил горячую поддержку финансируемому путинским Газпромом радио «Эхо Москвы». Особенно в издаваемом при «Эхе» историческом журнале «Дилетант». Пуще всех отстаивали доброе имя гитлеровского партнера в спецвыпуске «Соплеменники» Венедиктова, редактор журнала Виталий Дымарский и примкнувшие к нему граждане Веллер, Волчек и Мошник. Когда началась гражданская война, Маннергейм практически руководил борьбой с красными и уничтожением красных в Финляндии. Потом все было тихо и мирно. Финляндия развивалась как могла, пока не наступил канун Второй мировой. После протоколов пакта Молотова-Риббентропа ее решили взять в семью братских советских народов. Влияние происходило так. Взяли товарищу Отто Кущинина, который жил в гостинице «Москва» и был членом Коминтерна. Кущинин был сделан начальником правительства социалистической Финляндии. Ну, если от разгрома красных финнов в январе-майе 1918 года до начала финляндской войны 1939 года все было тихо и мирно, то куда это делись финские вторжения в Россию в 1918-1920 и в 1920-21 годах? А они у дилетантов не помянуты вообще, как писал еще Оруэлл в романе «1984 год». Считается не новость и просто вычеркнута из истории. О территориальных претензиях к Финляндии тоже ни слова, хотя они были изрядными. Прежде всего финны собирались удержать выбор, который Александр I присоединил к входящему в состав России великому княжеству финляндскому, а не к враждебной стране. Совершенно той же логике, как украинское руководство удерживало Крым, который вообще был передан из России в состав, входящий с ней в один из Советских Союз Украинской ССР. Выбор белой финны взяли 29 апреля, а еще 23 февраля Маннергейм заявил, что не вложит мех в ножны, пока не будет освобождена от большевиков Беломорская Карелия. Это уже Петрозаводск. В свою очередь, премьер-министр Финляндии Перс Винховуд 7 марта 1918 года сообщил, что хочет еще и Кольский полуостров. Ну а Петербург, Маннергейм и компания планировали отделить от России, превратив в формально независимую республику, управляемую из Хельсинки. В наступлении началось вторжение Ухтинской волости и вторжение в Кемскую волость. Да, ту самую, которую Ваня Васильевич меняет профессию. В начале мая маннергеймовцы двинулись на Заполярную Печенгу. К январю 1919 года взяли Поросезерскую и Эрбольскую волости, в апреле Оланец и вышли на подступы к Петрозаводскому, где их отбили. Для легализации вторжения в Хельсинки собрали Временный комитет Восточной Карелии, преобразованный во Временное правительство Архангельской Карелии. Впоследствии на его основе вместе с Оланецким правительством и прочими марионетками финны сформировали Карельское Объединенное правительство. Как видите, это точная копия сталинского правительства Кусенина. Но последнее это было создано через 20 лет. Пример-то товарищ Сталин брал с Маннергейма и с Винхубуда, но про этого дилетантии нет. Нет там и других интересных моментов касательно использования территории Финляндии более серьезными государствами. Между тем, первые корабли британской эскадры вошли в Финскую гавань в Бьорке уже 4 июня 1919 года. Опираясь на нее, англичане пытались с переменным успехом уничтожать корабли Балтийского флота. И особенно опасными оказались базирующиеся непорядоку от Терек, ныне Зеленогорско-торпедные катера, которые потопили крейсер Олег, плавбазу бывший крейсер память Азова, и повредили броненосец Андрей Первозванный. Скажите, нам вот нужно рядом со своими границами вот такое удовольствие? Не нужно. Наверное, так бы и подумали читатели дилетанты, если бы смогли об этом там прочесть. Но этого там тоже нет. Избранный в 1931 году президентом Свинхвуд объявил тогда, любой враг России должен быть другом Финляндии. Приобретя по условиям Тартусского договора 14 октября 1920 года печенку, после чего, обязавшись соблюдать мир и опять устроив вторжение в Карелию, финны страстно мешали о Кемской власти и остальных землях. Поэтому и произошло вторжение ноября 1921 года. Отряды майоров Толвела и Хейнрикса удалось разбить. Впоследствии оба стали генералами советско-финских войн. Затем в окрестностях Хельсинги появились немцы. В 1937 году флот Третьего Рейха провел репетицию перевода в Финляндию 11 подлодок. Атрис летом 1939 года, летом война началась в ноябре, с Советским Союзом, в стране начала работать, созданная специально для действий против СССР, резинитура германской военной разведки во главе с военмаркским атташе Германии Александром Целариусом. Зная это, пожелание Сталина обезопасить Ленинград и Кронштадт, для чего передать СССР часть Карельского полуострова и пять островов в Финском заливе взамен на вдвое большую по площади территорию Карелии, но оказались настолько обоснованными, что даже сам Маннергейм сквозь зубы говорил, что может быть что-то вот рассмотреть стоит. Но его гражданские партнеры оказались более непримиримы, и началась Советско-финская война 1939-1940 года, единственная из четырех, которую начал Россия и Советский Союз. Единственная из четырех. Разумность советских требований тогда признал даже убежденный антикоммунист, бывший лидер Конституционно-демократической партии Партии Народной Свободы Павел Милюков. В письме бывшему депутату Госдумы Игорю Демидову он писал «Мне жаль финнов, но я за Выборгскую губернию». Думаю, Павел Николаевич очень бы удивился, узнав, что присвоивший название его партии бывший премьер Михаил Касьянов требует отделить от России Крым, а его друзья вычеркивают из истории финские походы в Карелию. А что же пишут в дилетанте про четвертую? Советско-финскую войну. Там пишут, что ее начала проклятая кремлевская тоталитарная группировка во главе со Сталином. Как это обосновывается? А вот так. Финляндия отвечала мягкими, но упорными отказами на любые предложения Германии о Союзе. Все, на что пошла Финляндия, это пропуск через свою территорию 11 тысяч германских военных, которые ехали на север Норвегии для охраны порта Нарвик, потому что через Нарвик шла шведская железная руда, необходимая Германии. Маннергейм не хотел вступать в войну. 22, 23, 24 июня докладывалось в парламенте Финляндии, мы соблюдаем нейтралитет. Но утром 25 июня 250 советских бомбардировщиков бомбили Хельсинки, Турку, еще несколько городов и аэродромы. И вечером 25 июня парламент Финляндии объявил, что Финляндия официально вступила в состояние войны, оказывая отпор агрессорам. Это, конечно, тоже чушь. На самом деле задачи финской армии еще 18 декабря 1940 года были прописаны немцами в плане Барбаросса. Ей предписывалось в соответствии с продвижением германского северного фланга сковать как можно больше русских войск, наступая западнее или по обеим странам Ладожского озера и овладеть полуостровом Ханка. Может быть, это были только пожелания немцев, а финны их саботировали? Да нет. Наоборот. В исполнении плана в Финляндии и в Северной Норвегии было размещено не 11 тысяч человек, для охраны Норвега, а 5 дивизий, поддержанных 5-м воздушным флотом, общей численностью свыше 100 тысяч человек. Более того, согласно плану Барбаросса, финны начали делать даже действовать раньше немцев. 21 июня их флот высадил десант на демилитаризованных Оландских островах, арестовав сотрудников Советского консульства. В тот же день финские подлодки приступили к постановке минных заграждений в советских территориальных водах, имея приказ топить встречные советские суда. В ночь на 22 июня немецко-финская диверсионная группа пыталась взорвать шлюзы Беломора-Балтийского канала. А в 3 часа 45 минут 22 июня вылетевшие из Кенигсберга немецкие бомбардировщики сбросили под Кронштадтом морские мины и сели на гостеприимные финские аэродромы. Совершенно естественно, что в ответ советской авиации начала эти аэродромы бомбить. Но никакого влияния на позицию Финляндии это не оказало. Наступление планировалось в любом случае. Был у Рюти на его летней квартире. Записал 23 июня в своем дневнике будущий президент Финляндии Юха Пассики, вернувшись от действующего главы государства Риста Рюти. Рюти рассказал 3 июля мы выступаем, так как к этому времени немцы в Северной Финляндии будут готовы. Мы уточнили будущую границу Финляндии. Границы будут установлены в зависимости от исхода войны и от того, что станет Советским Союзом. Сейчас стоит вопрос о Восточной Карелии. Германский посланник передал Рюти собственноручное письмо фюрера, в котором фюрер обращает внимание, что Германия и Финляндия второй раз будут сражаться вместе и заверял, что не оставит Финляндию. Это хорошо. Маннергейн, который приходил к Рюти, был этим также удовлетворен. Дилетанты и об этом помалкивают, зато повторяют древнее, как отходы пищеварения Мамонта, байку от отказа Маннергейма штурмовать Ленинград. По-разному при этом описывая ситуацию на других участках фронта. По Велеру финны дошли до границы 1939 года и продвинулись еще немножко с обеих сторон Ладожского озера. Согласно Волчек, севернее Ладожского озера финские части продолжали успешное наступление гораздо дальше старой границы. Они захватили Петрозаводск и остановились только на линии реки Свирь и берегах Онежского озера. Это все в одном номере журнала. А кто врет, а врут оба. Финские войска не только овладели Петрозаводскими и дошли до Свири, но и форсировали ее, захватив Вознесение и Подпорожье. Однако дальнейшее продвижение, несмотря на помощь 163-й германской дивизии, удалось остановить. На других направлениях оно продолжалось, даже когда немцы уже отступали из-под Москвы. Последним успехом финнов было взятие 6 декабря 1941 года Медвежегорска и только взрыв шлюзов Беломор-Балтийского канала остановил их окончательно. На Карельском перешейке вопреки вранью пал клонник в Маннергейму. Финские части 4 сентября перешли границу 1939 года, захватив деревни Майнила, Симолова и Троицкая. Дальше их встретил огонь дотов Карельского укрепрайона, прорвать который слабо оснащенной тяжелой артиллерией финская армия не могла. Свыше тысячи солдат дезертировали или открыто отказались идти в атаку и командование предпочло перебросить их для захвата менее укрепленной Карелии. Под Ленинградом же они остались на рубежах несколько южнее старой границы, исключивших артиллерийский обстрел города, нечем особо было обстреливать, но приняв активное участие в блокаде и, взяв на себя половину вины, загибли от города и болезней до миллиона жителей. Прекрасно все это зная, венедиктовские продолжают задушевно расписывать любовь своего кумира русскому народу. Советская пропаганда много потрудилась, чтобы выставить Маннергейма отъявленным русофобом. Однако человек с голландскими корнями, из семьи, состоящей на шведской службе, и много лет проживавший в Петербурге, никак не тянет на роль ярого финского националиста. Если уж кто и вызывал у Маннергейма непреодолимую неприязнь, то не русские, а большевики. Войну со сталинской Россией Густав считал сопротивлением большевизации своей родины. Хорошо, отбросим лживую советскую пропаганду и дадим слово самому маршалу. После начала Третьей Советской Финской войны и назначения на пост главкома в приказе от 1 декабря он писал «Я приступаю к исполнению своих обязанностей в момент, когда наш многовековой враг вновь напал на нашу страну». Это как? Маннергейм считал русских князей, воевавших с предками финнов, племенами Сум и Ем в XI веке скрытыми большевиками? Ну, думаю, вряд ли. По крайней мере, историю о их коммунистических симпатиях данных не сохранила. Зато меморам энергеймы присутствуют и обличений власти Российской империи в них немногим меньше, чем проклятий в адрес коммунистов. Революция в России дала моей родине передышку в борьбе против национального гнета. На переломе столетий это угнетение проявилось введение противозаконной военной обязанности, русификации учреждений и других насильственных действиях. Следует вспомнить о том, что в Финляндии было запрещено иметь собственные военные силы. В это трудное время российский император отменил часть ненавистных решений по русификации, и финское общество получило возможность осуществить реформы, которым препятствовала государственная власть России. Русификация, при которой Финляндия теряла собственную армию, но сохраняла парламент, валюту, таможню и полицию собственные, а русский язык становился третьим государственным наряду с финским и шведским, это да, это конечно жуткий ужас. Но, коли это так, то просто нет сомнений, отделись Финляндия от России не при большевиках, а при временном правительстве, скорее всего, Маннергим все равно повел бы финскую армию на многивекового врага. Восточную Карелию, это и Кольский полуостров, всяк брать надо. Что при этом себя чувствовало жители этих оспариваемых регионов? Страданием финского населения Карельского перешейка и других мест и территорий отошедших СССР дилетант посвятил целый душище, поэтный разворот. Да, покидать родные места 450 тысячам гражданам Финляндии было так же тяжело, как 500 тысячам жителям Карелии, бежавших от наступающей финской армии в 41-м году. Но и те, и другие остались живы, чего нельзя сказать о десятках тысячах гражданских лиц и военнопленных, попадавших к солдатам энергиям, начиная с гражданской войны. В работе «Судьба русского населения в Финляндии в 18-20-х годах историк Павел Сутулин свидетельствует, что в Тамперфорсе, Тампере, после взятия его белыми, что в апреле 18-го года было уничтожено около 200 русских, в том числе и офицеров и членов их семей, которые совершенно не имели отношения к большевикам и наоборот терпеть их не могли. В Выборге число казненных русских 26-27 апреля оценивается в 1000 человек, среди них есть поименно названные дети 12-13 лет. В ходе Второй мировой войны история повторилась на оккупированной территории Карелии. Служивший финской армией в те годы историк Хельги Сеппеле в своей работе в финляне как оккупант указывает, что из 64-188 советских военнопленных в лагерях погибло 18-318 больше четверти. Еще из 100 тысяч гражданских лиц оставшихся в оккупации погибло в лагерях умерло от голода и эпидемии по другим причинам 15 тысяч. Каждый пятый военнопленное или гражданское лицо на оккупированной территории. Ну для интереса представьте если бы советские войска так себя бы вели на территории Германии чтобы было. Опять же про исследования Сеппеля дилетанты не пишут зато Россию они продолжают оближать в следующих номерах по всем по всем просто историческим этапам советским царским до царским вот чуть ли не с пяти кантропов. Доходит уже до анекдотов например блогер Рос Рус обнаружил в дилетанте замечательную фотографию с подписью демонстрация против аннексии Латвии в 1940 году. На фотографии изображена колонна жителей Риги с транспарантом да здравствует советская Латвия 14 советская республика. В номере о войне с Наполеоном сообщается что русская армия воевала столь скверно что не защитила и не освободила ни одного своего города. То есть вот все города которые хотел взять Наполеон он взял а Кутузов вошел в них только когда Наполеон соизволил уйти. Тут ненавязчиво из истории вычеркивается успешная оборона Риги успешное контрнаступление 3-й русской армии в самом начале войны когда в последних числах июля войска Наполеона были выбиты из Бреста Пинска и Кобрина причем в последнем городе была окружена и сдалась в плен целая бригада сражение под Вязьмой которую 22 декабря русская армия взяла штурмом взяв около 4 тысяч пленных и 8 орудий ну и все прочие такие эпизоды потому что установка русские свиньи должны воевать плохо а Наполеон Мороз его может быть погубил но вот не эти недочеловеки особо дилетанты отличились в последнем номере посвященном с одной стороны присоединению Крыма в 1783 году а с другой стороны столетию восстановления независимости Польши редакционный материал чей Крым отменяет вообще русское присутствие в нем до воссоединения в 1883 году упоминается лишь взятие князя Владимира херсонеса в 1988 которое названо полулегендарным между тем об этом взятии пишут далеко не только русские источники но и современник Владимира один из крупнейших историков Византии Лев Диакон далее хозяевами Крыма объявляются хазары а затем татары а тьму тараканское княжество объединяющее в 10-12 веках земли Таманского полуострова и восток Крыма с Керчью и Судаком тоже вычеркнуты из истории читатели должны знать пока Екатерина II не завоевала полуостров русским духом там и не пахло интересно как намекая все время на агрессивную политику венценосной захватчицы дилетанты находят на нее смягчающее обстоятельство в одной из статей сообщается что в мировой истории Екатерина была не первым и не последним правителем расширившим свою территорию оказывается кроме ее подобными нехорошими делами баловались Гитлер Сталин Мао Цзэдун римский император Октавиан Август и германский коллега Вильгельм Первый посыл понятен завоевательная политика удел исключительно монархов и тоталитарных тиранов а просвещенные демократические режимы ничего подобного и задумать не будут что скажете французская республика завоевала четверть Африки большую часть Вьетнама с Лаосом и Сирией с Ливаном США откусили половину не Мексики а у Испании отобрали Филиппины и Пуэрто-Рико Финляндия получив независимость пыталась оттяпать у России все что можно Польша едва ее восстановив двинула армии на Вильне Киев и Минск а в 1938 году поделила вместе с Германией Венгрии Чехословакию этого тоже не может быть потому что не может быть никогда и это аккуратно вычеркнуто и даже статья советизация Польши миф который лопнул боевой подруге дилетанта и совместительству пресс-секретутки Эрмитажа Юлии Кантер начинается с абзаца про наступление Красной Армии на Варшаву в июле 2020 года поляки Киев и Минск до этого не брали не не брали Эта миролюбивающая страна вообще никуда не вторгалась Редакционный материал к столетию восстановления ее независимости украшен картинками из которых следует что саму несчастную Польшу трижды делили кранованные агрессоры во главе с Екатериной Второй потом пытались завоевать большевики и наконец порубали Гитлер со Сталиным из всей польской истории до ее разделов упомянут только акт о веротерпимости захват взятие поляками в Москве в 1610 году не упомянуто захват поляками Минска Киева Вильна и так далее тоже в конце сказано что по итогам войны в состав Второй Речи Посполитой вошли обширные территории Западной Белоруссии и Западной Украины а как вошли ну вот не знаю референдум провели и вошли прогибом перед поляками компания Венигдейского не ограничивается в том же номере расписан их любимец в Третьем Рейхе летчик Ас Эрих Хартман по официальным данным сбивший 352 самолета в том числе 347 советских пуская слюни от умиления дилетанты повторяют эти цифры хотя они давно провернуты в статье 352 победы или 80 Эрих Хартман оспоренные результаты российский историк авиации Дмитрий Хазанов сделал очевидную вещь сверил отчеты Хартмана с советскими документами о потерях авиации в этих же местах и оказалось что записал Хартман 29 мая 44 года три истребителя в районе румынского аэродрома Роман а там в реальности у нас потерь нет вообще та же история в бою с Андомир 24 августа 44 года в списке Хартмана 9 сбитых советских истребителей в документах 9 гвардейской истребительной дивизии потерь нет ну наверное большевики врут а купленные мехазанов их покрывают нет во-первых взять данные об отсутствии потерь взятые из внутренних документов а не из передовой газеты правда документы эти не предназначены для публикации а не предназначены для отчета перед командованием а во-вторых когда речь идет о успехах советских летчиков Хазанов точно так же сверяет их с немецкими документами в частности в книге авиация в битве на Дорловско Курской Дугой оборонительный период он разбирает сюжет о 9 немецких бомбардировщиков которые 6 июля 43 года якобы сбил лейтенант 8 гвардейской истребительной дивизии Александр Горовец рассказ об этом бое Хазанов считает пропагандистским потому что все остальные пилоты дивизии доложили в тот день о 18 избитых юнкерсах а сами немцы у себя отмечают потерю 10 причем 6 из них от зенитного огня это совершенно естественно что нигде так не врут как на охоте рыбалки и на войне но тем отличаются историки от дилетантов что они должны отделять реальность это гитпропа но у дилетантов в данном случае Венедисовсик другая задача максимально обгадить историю России от Рюрика и до наших дней до новых встреч до новых встреч